Доброе утро! Сегодня 24 октября, четверг, в студии Бедерниса Гусейнова. Доброе утро! В 2019 году на работу в медицинские учреждения Дагестана по программе «Земский доктор» трудоустроились 174 врача. Вопросы реализации федеральной программы, призванной сократить дефицит кадров на селе, обсудили на коллегии регионального Минздрава под руководством министра Джамалудина Гаджи Ибрагимова. О проделанной работе доложил начальник управления кадровой политики и правового обеспечения ведомства Артур Вердиев. Сегодня в селе Верхний Инхо Гумбетовского района пройдет вечер памяти народного артиста Дагестана, актера, певца и музыканта Муса Аббасова. В программе мероприятие – посещение могилы у стаза Абдул-Хамида из Инхо, открытие мемориальной плиты у дома, где родился Муса Аббасов, посещение могилы Муса Аббасова, возложение цветов к памятнику, павшим в годы Великой Отечественной войны. Сын Муса Аббасова, известный режиссер Эмиль Курбанов, вспоминает. Поразительно. Я помню, когда был дома у отца, когда уже с мамой они разошлись, но тем не менее мы общались. Вместе работали-то родители столько времени. И я помню, у него фотография была Рашида Бейбуртова. Его, видимо, был кумир. И вот так он поднялся. Конечно, там блистательные были в Лаварском театре режиссеры. Вот как вы первый раз в качестве зрителя увидели своего отца, свою мать на сцене? Вы знаете, я бесчисленное количество раз их видел. Я помню, в мои детские годы в театре Байнакске, они очень много с вами были зарубежного классика. Вот в этом году, да, в этом году 100 лет. Отец был, конечно, универсальный. Органика была у него бешеная. Круглый стол по теме «Экономический рост Северокавказского макрорегиона в условиях новых вызовов глобализации, векторы международной экономической интеграции» пройдет сегодня в Махачкале в Институте социально-экономических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Работа предполагается в формате докладов и живой дискуссии, в ходе которой будут обсуждаться вопросы особой роли инфраструктурных проектов, вызовов и перспектив экономического развития региона, инвестиционного потенциала важнейших отраслей экономики Северокавказского макрорегиона. Цель круглого стола – определение значимости интеграционных каналов взаимодействия Северокавказского макрорегиона для обеспечения его устойчивого экономического роста. Дагестанское радио. Понятно каждому. Сегодня в Дагестанском государственном университете народного хозяйства Конгресс детских и подростковых общественных объединений «Интерзащита» на тему информационной защиты подрастающего поколения в сети интернет. Организатор Министерства по делам молодежи Республики совместно с персонал-сервисом. Мероприятие проводится с целью информирования подрастающего поколения о способах защиты от воздействия экстремизма в информационной сфере, предупреждения об ответственности за участие в экстремистской деятельности, при общении детей к общественной деятельности. Сегодня в Махачкале состоится мастер-класс по изготовлению экосумок «Экохаб», организаторами которого выступает Центр развития добровольческих инициатив и добровольческое движение «До добро». Мероприятие, приуроченное ко дню Организации Объединенных Наций, проводится с целью формирования у населения бережного отношения к природе и улучшения экологической ситуации в Республике. Мастер-класс пройдет в формате обсуждения острых вопросов по сохранению окружающей среды, просмотра экологических роликов и роспись экосумок. Пример выдержки и героизма. Таким для всех, кто его знает, является ветеран из Махачкалы Магомед Шахгусейнов. В свои 96 он в ясном уме и по-прежнему в духе настоящего победителя. О мужественном и неунывающем человеке Патимат Гусейнова. С каждым годом надевать парадный китель, увенчанным множеством наград и медалей, все тяжелее. Шутка ли 96 прошлых лет? Но для Магомеда Шахгусейнова этот процесс уже привычный. Здесь вся моя жизнь, рассказывает ветеран, и показывает самый дорогой для себя орден. В связи с окончанием Великой Отечественной войны был учительный медаль победы в Советском народе и Великой Отечественной войне. Вот это медаль, потому что война окончилась. Единственный в Махачкале ветеран на ногах. Так шутливо называет себя фронтовик. Магомед Шахгусейнов, один из 35 живущих сегодня в Дагестанской столице, участников Великой Отечественной войны. С каждым годом их все меньше. Уходит история, уходит целая эпоха беспримерного героизма советского народа. В ходе боев на Кавказе в основном 10 тысяч дагестанцев добровольно вступили в ряды вооруженных сил. В том числе тысячи девушек в военкоматах стояли очереди, чтобы их призывали в армию. Боевой путь Магомеда Шахгусейнова начался в 43-м году, когда 18-летнему парню из Ахтынского района пришла повестка военкомат. Войну он прошел в рядах Первого Белорусского фронта и, несмотря на молодость, был одним из лучших в группе радиотелеграфистов. Боевое дежурство могло затянуться на несколько суток, вспоминает ветеран. В разгар ожесточенных боев непрерывная радиосвязь порой влияла на исход сражения. Дружба народу, великого советского народа, многонационального советского народа. И В.С. Салин назвал дружбу народом, они одним из основных, главных источников победы Великой Отечественной войны. В годы войны из Дагестана на фронт были призваны 180 тысяч человек. Половина из них в родные дома так и не вернулась. Немало своих однополчан похоронил и Магомед Шахгусейнов. Но, несмотря на все пережитое, ему удалось сохранить в душе надежду на лучшее будущее, не потерять веру в себя и своих близких и пронести через все эти годы дух настоящего победителя. Очередная всероссийская конференция Центров молодежного и инновационного творчества состоится с 24 по 26 октября в Дагестане. В ее рамках гости и эксперты обсудят вопросы экологии, а также реализацию нацпроекта «Экология». В Центре культуры села Каркмаскала Кумтаркалинского района прошел юбилейный 10-й республиканский фестиваль национальной песни «Дагестан – наш общий дом». Своё вокальное мастерство демонстрировали артисты разных возрастов. Овациями зрителей сопровождалось выступление самой юной участницы – восьмилетняя Роза Колебаева из Ногайского района с композицией на родном языке. И дети, и взрослые по достоинству оценили выступление певцов. Радио России. Дагестан. Спорт. Сборная команда республики по рукопашному бою завоевала 32 медали на всероссийском турнире «Мирный Кавказ» во Владикавказе. На счету дагестанских спортсменов 9 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей. В общекомандном медальном зачете сборная Дагестана заняла третье место. С 25 по 27 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Кура Магомедова в Каспийске состоится ежегодный турнир по кикбоксингу. Мероприятие приурочено к юбилею основателя данного вида спорта в Дагестане Магомеда Расула Ильдарова, который посвятил кикбоксингу всю свою жизнь. По сообщению Дагидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается без осадков ветер восточный в горных районах северо-восточной 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 18-23 тепла, в горных районах 12-17, местами до 22 тепла. В Махачкале ожидается без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 19-21 тепла, вода в море 17 градусов. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан». Вела выпуск Эпидернися Гусейнова, редактор Шарипат Шлюгина, звукорежиссер Моминат Алиева. О событиях дня 18-10, а мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня и хороших новостей. Вы слушали Радио России Дагестан. Радио России Дагестан